Сельские истории Печорского района. Или, как их вестили эти места питерские переселенцы, Светогорье. Именно они вдохнули новую жизнь в Пенево. Остаться здесь бывших горожан убедил многовековой дуб. По словам тех, кто теперь тут живет, дерево вроде как сказала приезжему. Мне скучно. Пора передавать сердовую память. Вы подходите. То ли сказки Пушкина, то ли фэнтези. Но то, что жизнь на хуторе сильно отличается, сомнений не было. Сельские истории Хозяева Пеньева определяют свою территорию как сказочное пространство. Поэтому не стоит удивляться, что у каждого из наших новых знакомых, кроме имени, есть былинные прозвища. Роман Головин – Дубыня богатырь, Ольга Глупцова – Василиса, Никита Зверев – Кожемяка, Максим Жоглик – Королевич Елисей, Александр Захарин – Добрыня. Вот такая интересная компания. По утрам мужчины с легкостью подкидывают и ворочают бревна. Зарядка такая богатырская. Босиком по снегу, да в льняные одежды облачаются. На территорию хутора много всевозможных построек. Но начинается все с указательного столба. Его нам презентует Александр Захарин. Он же Добрыня. Это указатель локации, где что здесь на территории находится. Когда люди приезжают, пространство достаточно большое. Сразу не узнать, что чего. Обозначение уже поставили. И в то же время оно создает свою изюминку, этот ствол показательный. Ну, а тут надпись «Иди туда, не зная куда». Вот. Не знаешь, куда идти? Иди. Иди куда-нибудь. Люди все разные, но есть общие принципы. Жить в ладу и с природой на основе родовых устоев. Будем говорить о русских конах. То есть северный тип мышления. Это человек, который природе доверяет. Не уничтожает ее, он ей доверяет. Он с ней в ладу. Полностью баней занимается у нас Никита, как и банщик. И основной держатель этого пространства. Это у нас, ну, понятное дело, предбанник, а это у нас парилка. На самом деле, до приезда сюда я вообще не знал, что такое баня, по сути. Ни разу и не был. Чем удивительна эта баня, так это именно самой парилкой, а именно ее конфигурацией. Здесь получается так, что, поддавая на камни, пар делает 4,5 оборота за счет углов. И это создает как раз-таки вот этот вот. Человек один раз поддал, а ему все приходит и приходит, и приходит. Такое прогревание идет полноценно. Так же вот здесь это происходит. И парение, и все вместе взятое. Делали же для себя баню. Поэтому у нас были задачи, чтобы народу, когда много приезжает на фестивали, чтобы поддавая на человек 10 помещалось. Или мужчин, или женщин. И перемежаем, когда женское время, мужское время. Осматривая хутор, приходим на заснеженный пустырь. Оказывается, это хороводная поляна. Место, по словам Романа Головина, то есть дубани богатыря, очень популярное. Здесь летом проводим праздники, мероприятия, фестивали. А это у нас шалаш мы строили летом для детей. Вот здесь вот все накосили, праву косили. А косим обычной косой. То есть вдвоем втроем встали с утра, покосили. Вот накосили, высушили, сделали шалаши для детей. Там у нас детская беседка. Ну, детская считается, потому что во время фестиваля у мероприятий каких-то больших там в основном дети занимаются. А так там тоже проводим. Семинары Бориса Николаевича, Агеева по садоводству мы там проводим. Человек 30 помещается, уже хорошо. А так на фестиваль приезжает где-то в общей сложности 150-200 человек. Ну, это небольшой формат, конечно, но зато все свои, всех знаем, нас все знают и так душевно проходят. Вот на хороводное поляне встанем, возьмемся за руки. Здесь и хороводы, и танцы. И богатырские забавы, и девичьи круги. Это все на территории. Вот эту сцену поставили, когда три года назад. Потихоньку ее делаем. Ну, вот там две комнаты жилых будут. А вообще в планах. У нас вообще много построек, развития. Потихоньку это делаем, делаем. Убранство дома нам показывает Ольга Голубцова, она же Василиса. Все вокруг исключительно из натуральных материалов. У нас все интерьеры укатали в пластик. То есть потолки пластиковые, стены пластиковые. И фактически люди живут в пластиковых коробках. Даже не в бетонных коробках, а в бетонно-пластиковых коробках. А человеческое тело должно дышать, оно должно дышать в пространстве. И дом это продолжение тела человека. И когда мы используем, или, по крайней мере, частично используем в интерьерах натуральные материалы, мы словно продолжаем свое дыхание за пределы дома, в пространство улицы. И вот это, на мой взгляд, очень-очень важно. И любой человек, который действительно хочет быть здоровым, он должен задумываться о нескольких домах, в которых живет человек. Первый дом это наше собственное тело, соответственно, его здравие. И второе наше тело это наша одежда. И насколько она полезная, функциональная, здравая, зависит очень здорово наше самочувствие. Вот когда я перешла 4 года назад в Лион, 5 лет назад в Лион я перешла, то я из своего гардероба даже самые красивые мои наряды в прошлой жизни фактически удалила. Даже то, что я не смогла удалить, потому что они мне нравятся, я не могу их носить. Потому что тело очень быстро привлекает к здоровому и хорошему. И позволить себе к телу, близко к телу ткани, которые тебя оздоравливают, лечат, очищают, просто в процессе ношения это не занимает твоего времени нисколько. Позволить себе спать, например, на льняной простыне белого цвета, носить белье, которое всегда носили, кстати, военные даже носили белье. Потому что это оздоравливает и дает силу, это основа национальной безопасности здоровой одежды. И когда нас западные партнеры подсадили на пластиковую, искусственную, плюс еще рваную одежду, причем рваную по энергоцентрам основным, по суставам, по чакровым зонам, то есть у нас все вот это, это обесточивание нашей молодежи, вообще нашего народа. И когда ты это начинаешь изучать и понимать вообще, откуда ноги растут, и как это можно сейчас простыми способами оздоровить, то есть себя заботиться о своем здоровье, заботиться о своем доме, об одежде, заботиться о своем доме, интерьере, ну, в таком жилом доме, за счет его организации. Организация – это формы, это пропорции, которые должны быть связаны с формой и пропорцией человека, людей, семьи, которые в этом доме живут. То есть они не должны быть стандартными, они должны быть индивидуальными, и тогда они будут помогать человеку энергетически быть более здоровыми. И это помогает, а также вот углы, о которых мы уже рассказывали в бане, да, они имеют значение. Углы крыши, углы интерьеров. Вот сейчас нас в евростандарте всех подсаживают на углы ровные, идеальные углы 90 градусов. А 90 градусов, как оказалось, это самый угол, который наиболее вреден для человеческой энергетики. И вот когда мы, например, смотрим храмы псковские, то мы видим, что все храмы псковские, они кривоватые. Так вот сначала, ну, люди говорят, которые не знают этих вещей, они говорят, а они просто не умели так, не умели строить, поэтому все делали криво на глаз. А на самом деле вот это криво на глаз – это принцип. То есть определенные изменения углов, небольшие отклонения от угла 90 градусов дают более здоровое течение энергии в интерьерах. Погреба забиты снедью, полки с заготовками заставлены до самого потолка. Здесь у нас белые и красные. В этом году был чудесный грибной год, мы столько грибов насобирали, и мы их изготавливаем в такой покрупней фракции и совсем в мелкой. Вот из этой мелкой фракции очень здорово делается, например, там суп-пюре, соусы, да. Ну и разные травы заготавливаем. И основное занятие в нашем пространстве – это культурно-образовательный центр. Это события, которые связаны как раз с обучением по разным забытым технологиям древних. У нас есть подруга и наша соратница Наталья Кабзарь, известная писательница и травница. Она с Украины, и она часто сюда приезжает, только вот в этом году не смогла приехать. И она нас учит распознавать, заготавливать травы. И очень такая вот технология, когда травка становится очень мелкой, ее можно добавлять в супы, в салаты просто. И не пучками заготавливать, а уже в таком частично перемолотом варианте. Причем это все делается вручную, не используется никакой там металл, все с помощью сеток. Просто ее добавляем в сырую, в вареный, например, суп, добавляется в сырую, просто такая присыпка. Получается, те же самые витамины, которые свежие, они в этой заготовке, потому что сушим при 40-45 градусах, и там сохраняются все полезные. Вот, это наша находка этого года. То есть, в прошлом году мы поняли, насколько полезны одуванчики. Ну что же открытие у нас тут? У нас и раньше это были знания, но когда мы приехали на природу, у нас просто квантовые идут открытия. То есть, одуванчиков у нас целое поле здесь в мае, и мы сделаем из них квас из одуванчиков. То есть, заливаем водой с медом, и получается такой квашеные одуванчики. Мы их замораживали в этом году, прям цветочки, и вот я насушила. И из них тоже делаются коктейли, то есть, тоже добавляются в коктейли. Они очень полезны для печени, для желчных всяких протоков, и очень здорово помогают восстанавливать внутренние органы. Но вообще вся аптека, которая нужна, в отличие от этих бесполезных или даже вредящих таблеток, вся аптека русского народа – это всегда в природе. Но на самом деле, то, что может помочь Руси возродиться, лежит в очень простом, в нашем образе жизни. Как говорится, дьявол поселился в мелочах. Вот наша вся жизнь состоит из огромного количества мелочей. Как мы едим, что мы пьем, что мы носим, как мы спим, как мы общаемся, как мы взаимодействуем с детками, в каком доме мы живем. Я не знаю, как организован наш просто обычный каждодневный быт. И вот из этих мелочей сейчас все поражены, как мы говорим, заразой Змея Горыныча. То есть иглой все вот это Змея Горыныча, все наколото. И если мы это начнем понимать и вычищать вот эти иглы, и оздоравливать свой простой быт, то есть это лежит в зоне доступа любой семьи, любого человека. То есть не надо пенять ни на правительство, ни на каких-то там, не знаю, всемирный заговор, каких-то масонов или какие-то другие силы внешние, которые нам мешают жить более здоровой жизнью. Все в наших руках. Как-то слушал аудиосказку «Былину про добрынью богатыря». Так вот там звучат такие слова. «Богатырю женатым быть негоже, такая жизнь унынием полна. Придешь домой, уляжешься на ложе, а рядом спит усталая жена. В печи созрела каша для вкушания, в хотенке чисто, лунный свет в окно. На завтра подвиг, снова расставание. Я богатырь, уж так заведено. Гляжу на милую, что дышит еле слышно, и волосы спадают по плечам. С такой красавицей живу, как это вышло. Я раньше этого совсем не замечал. Работа, дом, работа, дом, работа. И так по кругу, долгие года. С восходом подвиг, подвиг до захода. А с ней не успевал быть никогда. «Женатым быть богатырю негоже, а что же тогда гоже, как узнать?» Добрыня свои мысли подытожил. Решил, что нужно смысл поменять. «Женатым быть прекрасно, Божья милость, не буду больше я воображать. Мне мудрость долгожданная открылась. Она проста, и подвиг совершать для людей и для жены мне люба. И детки пусть появятся на свет». Вот так Добрыня посидел, подумал. На главный он вопрос нашел ответ. Мудрость сказанного такова. «Коль строчку прочитал в былине древней, она тебе в созвучии не идет, решаешь только ты, что в жизни делать. Свою былину каждый создает». Сельские истории Если вам, дорогие наши радиослушатели, есть что рассказать, звоните мне по телефону 62 92 90, обязательно пообщаемся. А ваши сельские истории станут частью истории нашего родного края и, конечно, нашей программы. А прямо сейчас по традиции звучит песня. Сегодня она для жителей и гостей деревни Пеньева Печорского района. Прощаюсь, через неделю расскажу очередную сельскую историю. «Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей, не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую». Но не грозное небо в улицах не сверкают степи и клипы. Это батюшки и муромцы вышли биться ученики. По победу их ветры молятся, ждут их сердние и венцы. Разгулялись, добрые молодцы, распотешились молодцы. Это надо нам жить красиво, это надо нам жить раздольно. «Богатырская наша сила» «Сила духа и сила воли». «Богатырская наша сила воли» «Богатырская наша сила воли» «Надо другу в беде помочь». «Отстоять в борьбе тело правое» «Сила и силу, чтобы превосходь». «Богатырская наша сила» «Это надо нам жить красиво» «Это надо нам жить раздольно». Богатырская наша сила, Сила духа, все сила воли. Это надо жить красиво, Это надо нам жить раздольно. Богатырская наша сила, Сила духа, все сила воли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова